Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. В Самаре в этом году планируют открыть почти полторы тысячи ясельных мест. Глава города Елена Лапушкина проверила, как ремонтируют детские сады, в которые пойдут малыши до трех лет. Лекарственная помощь в борьбе с ковидом. В Самаре пополняют запасы медикаментов в аптеках и ожидают вакцину от коронавируса. Путешествие из Петербурга в Самару скоростной поезд «Стриж» соединит популярные туристические города. Почти полторы тысячи ясельных мест в детских дошкольных учреждениях должны быть созданы в этом году. Ремонтные работы проводятся в 47 садах. Помещения, которые были выделены в ходе оптимизации, находятся в разной степени готовности. Но в большинстве работы уже завершены или подходят к финалу. Сегодня ход исполнения программы проверила глава Самары Елена Лапушкина. В первый раз в детский сад новая ясельная группа в дошкольном учреждении сформирована. 30 малышей начали ее посещать. Работы в 108-м детском саду провели в ускоренном темпе, поэтому исправились задачи раньше других. Групповое помещение большое, спальное помещение имеется. Уже распределено и направлено 30 детей в эту группу. Дети начали ходить, ремонтные работы проходили, можно сказать, сутками напролет. Работы контролировали. Сегодня в детский сад приехала глава Самары. Елена Лапушкина проверила, в какие условия созданы для детей. Под ясли переделаны помещения, которые раньше не использовались. Уже завершаются ремонтные работы и в новых яслиях в детском саду номер 291. На финальной стадии нужен особый контроль. Площадь помещения, которую подготовили для самых маленьких, позволяет разместить здесь 34 воспитанника. Мебель вся новая, да, Наталья Александровна? Да, да, да. Будут игрушки, пособия, техника. А игрушки где у вас? Все приведено. В детском саду номер 374 ремонт в самом разгаре. Здесь будет открыто 25 новых ясельных мест в дополнение к тем, что уже есть. Здесь вот сделана уже проводка, разведена, все электрические части сделаны. У нас поклевано у нас, готово под... Паунеет тоже? Да, сегодня снимают и заливают паунеет. В этом году в Самаре в общей сложности должно быть создано почти полторы тысячи ясельных мест. Дополнительные площади нашли в 47 детских садах. Работа проводится за счет национального проекта «Демография». Они должны быть завершены в декабре. На новогодние утренники дети придут уже в свой первый коллектив. Подходим к завершению строительной ремонтной работы. Закупили достаточное количество новой мебели, нового технологического оборудования, мягкого инвентаря и игрушек. По мере готовности мы тоже проводим процедуру комплектования. Но до конца этого года, до 31 декабря, во всех 47 учреждениях ремонтные работы будут совершены. Соответственно, процедура комплектования тоже будет проведена. Особое внимание условиям проведения работ. Обязательно соблюдение масочного режима и санитарных требований Роспотребнадзора. Все-таки ремонт проводится в действующих детских садах, где особенно важно не допустить никакой инфекции. Олег Зверев, Василий Кладашов, Константин Головин. События. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Родителям останется предоставить письменное согласие в течение 10 рабочих дней с момента извещения. Модернизировать систему здравоохранения, укрепить экономику и улучшить качество жизни населения. В Самаре прошло расширенное заседание правительства под председательством губернатора Дмитрия Азарова. Представители региональных властей рассказали об итогах социально-экономического развития Самарской области за 9 месяцев. А также рассмотрели вопрос о планировании бюджета до 2023 года. Подробности в репортаже Анатолия Головко. В этом году на борьбу с коронавирусом укрепление системы здравоохранения, поддержку экономики и социально незащищенных граждан в Самарской области потратили более 24 миллиардов рублей. Об этом на расширенном заседании правительства рассказал губернатор Дмитрий Азаров. Пандемия повлекла за собой тяжелейшие экономические последствия. 2020 год стал самым сложным в современной истории региона. Гораздо тяжелее кризисных 2008 и 2015 годов. Несмотря на это, по поручению Дмитрия Азарова в Самарской области в полной мере реализуют все ранее взятые социальные обязательства. Сохраняются темпы по строительству всех инфраструктурных объектов. За последние три года в Самарской области в эксплуатацию ввели 64 учреждения здравоохранения. В том числе в этом году 36. Речь идет о детской поликлинике, офисах для врачей, общей практике и фельдшерско-акушерских пунктах. Медики, учителя, ветераны, многодетные семьи и представители бизнес-сообщества получают поддержку. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что в Самарской области планируют строить новые учреждения здравоохранения. Это необходимо делать в самые короткие сроки. Вопрос находится на особом контроле главы региона. Мы в этом году, например, на дорожное строительство дополнительно в это сложнейшее время, когда сокращали расходы по многим регионам, дополнительно 2 миллиарда рублей получили. Добились этого своей работой, настойчивостью, профессионализмом. И по больницам будем добиваться, по всем учреждениям здравоохранения в первую очередь. В этом году в Самаре также прошел уникальный онлайн-форум «Живые инклюзивные практики», который объединил сотни талантливых людей с ограниченными возможностями здоровья. Регион предоставил нам субсидию практически 2 миллиона рублей для того, чтобы онлайн прошел хорошо, чтобы это было действительно большое и интересное федеральное событие. В итоге, благодаря помощи администрации губернатора и правительства Самарской области, участниками нашего форума оказалось более тысячи человек из 60 регионов страны. И форум получился одним из самых качественных вообще по событиям, связанным с людьми с инвалидностью в онлайне, в России за 2020 год. Без внимания не оставили и представители различных молодежных движений региона. До 2023 года в регионе должны оздоровить экономику и вывести на новый уровень качества жизни населения. Для этого в Самарской области будут развивать промышленность, научно-исследовательские комплексы и инвестиционную инфраструктуру. Серьезным подспорьем в данном вопросе станут национальные проекты, инициированные президентом страны Владимиром Путиным, а также стратегия лидерства Самарской области, разработанная по поручению главы региона. Предполагается, что в 2021 году общий объем расходов составит 149 миллиардов 874 миллиона рублей, что на 557 миллионов больше первоначально утвержденных показателей по тратам на 2020 год, и на 14 миллиардов и 6 миллионов меньше текущих плановых назначений. Несмотря на это, бюджет сохранит социальную направленность. Основные средства выделяют на здравоохранение, укрепление материально-технической базы учреждений, оказание высокотехнологичной помощи, закупку лекарств, образование, строительство социальных объектов, развитие транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства. С 1 января следующего года в регионе проведут индексацию выплат ветеранам, труженикам тыла, инвалидам боевых действий, приемным семьям и другим категориям граждан. Кроме того, в проекте бюджета до 2023 года сохранили финансирование социально значимых направлений, которые впервые были предусмотрены в 2020 году. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События. Самарским предпринимателям выдали льготные кредиты на сумму 11 миллиардов рублей. На поддержку безработных в регион направили 785 миллионов из федеральной казны. А в разных районах губернии начнут реализовывать новые инвест-проекты. Подробнее в новостях экономики. Здравствуйте, это новости экономики. Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. В Самарской области финансово поддержали 1166 организаций, которые пострадали из-за введенных из-за пандемии ограничений. Об этом рассказали в региональном министерстве экономического развития. Суммарно предпринимателям выделили 2,5 миллиарда рублей на получение кредитов под ставку 0% на неотложные нужды, в том числе и на выплаты зарплат. Также в регионе поддержали 7617 предприятий на сумму 1 миллиард рублей на предоставление кредитов под 2% годовых на возобновление деятельности. Отмечу, для представителей малого и среднего бизнеса в Самарской области работает портал, где собрана вся актуальная информация о действующих мерах поддержки. А задать личные вопросы также можно, позвонив на горячую линию по телефону 8 800 363 63. Правительство России в октябре выделило Самарской области 785 миллионов рублей из федерального бюджета. Средства пойдут на социальные выплаты жителям, которые потеряли работу. С апреля этого года на поддержку безработных и их семей уже выделили дополнительно 1 миллиард рублей. Теперь к этой сумме прибавится еще 785 миллионов. А тем временем в Самарскую область пришли новые инвесторы с проектами на 8 миллиардов рублей. Один из проектов связан с созданием жилого комплекса в Кенеле. Как заявила инициатор, это будет современная комплексная застройка общей площадью около 150 тысяч квадратных метров. Проект предполагает 6 миллиардов рублей инвестиций. Создадут около 300 новых рабочих мест. Также в регионе планируют создать зерновой портовый элеватор. Он появится в Приволжском районе и оценивается почти в 2 миллиарда рублей. Среди новых инвестпроектов также строительство завода в Чапаевске по производству инновационных электрических комплектующих для автомобильной промышленности и возведение станции технического обслуживания для грузовых автомобилей на территории Ставропольского района. Официальный курс доллара на 11 ноября 76 рублей и 40 копеек. Американская валюта потеряла 55 копеек. Евро 90 рублей и 36 копеек. Европейская валюта снизилась на 1 рубль 14 копеек. За баррель нефти марки Brent дают 43 доллара ровно. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. На центральном аптечном складе Самарской области сформировали необходимый запас лекарственных препаратов. Ежедневно они отгружаются в аптеки региона. Сегодня система маркировки медикаментов переведена в уведомительный характер. Это позволяет оперативно пополнять аптечные запасы. Тем не менее, провизоры настоятельно рекомендуют жителям не покупать лекарства впрок, чтобы их смогли получить те, кому они действительно необходимы. Ассортимент препаратов широкий. В нашем ассортименте есть не только азитриноцин и цирк-реакцин. Есть прекрасные антибиотики, которые вытянутся в группу фармакологических, группы агролидов, группы цитроплакоцинок. И я прошу, чтобы врачи работали более расширенным ассортиментом антибиотиков. Тогда у нас не будет проблем. Подростков без родителей выявляют в торговых центрах Самары запрет на посещение развлекательных комплексов ввели для снижения риска заболеваемости детей COVID-19 и другими инфекциями. С проверкой в один СТЦ отправилась мэрия Елчан. Районные администрации совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и сотрудниками полиции провели рейд в одном из торговых центров Самары. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора и постановлению губернатора Дмитрия Азарова, детям, не достигшим 18 лет, вход в развлекательные комплексы без родителей запрещен. Такая мера, возможно, будет применяться по всей России. Благодаря запрету возможно снизить риск заболеваемости детей коронавирусом и другими респираторными инфекциями. Подобные профилактические рейды проводятся ежедневно. Так, в Советском районе уже проведено более 11 рейдов, в ходе которых составлено 24 административных протокола. Безусловно, все рекомендации идут во благо. И, конечно, я повторюсь, у нас задача рейда не наказать, не составить как можно больше протоколов, а именно провести профилактическую работу и беседу с совершеннолетними и с их родителями. Если ребенку есть уже 16 лет, на него может быть составлен административный протокол, который направляют в комиссию по делам несовершеннолетних. За нарушение грозит штраф до 30 тысяч рублей. Если младше 16 лет, то с такими несовершеннолетними у нас проводится профилактическая беседа. Также приглашаются законные представители в отдел полиции, с которыми также будет проведена профилактическая беседа, соответственно, и предупреждены о дальнейшей ответственности. Отметим, что рейды по соблюдению профилактических мер будут продолжены до полного снятия ограничений. Мэр Елчан, Василий Калдашов, События. В Самаре отметили лучших дезинфекторов общественного транспорта. Работникам вручили благодарственные письма, а лучшим еще и денежные вознаграждения. За последние 8 месяцев на обработку трамваев и троллейбусов потратили 6 тонн специального химического вещества – хлорамина. Чтобы его закупить, предприятию понадобился миллион рублей. Сколько сегодня осталось запасов порошка, расскажет Мария Левина. В Самаре отметили лучших дезинфекторов общественного транспорта. Работникам вручили благодарственные письма, а лучшим еще и денежные вознаграждения. За последние 8 месяцев на обработку трамваев и троллейбусов потратили 6 тонн специального химического вещества – хлорамина. Чтобы его закупить, предприятию понадобился миллион рублей. Сколько сегодня осталось запасов порошка, расскажет Мария Левина. Татьяна Сулейманова 5 лет трудится в городском ТТУ. Моет подвижные составы. В этом году работы прибавилось, как и ответственности. Этой весной бригады начали обрабатывать общественный транспорт специальным химическим антибактериальным веществом – хлорамином. По рекомендации Роспотребнадзора, его используют в период угрозы распространения коронавирусной инфекции. С радостью прихожу на работу, с радостью мою. Самое главное, чтобы люди были в безопасности. Безопасность – это самое главное. Дезинфекцией трамваев и троллейбусов занимаются 65 человек. Работают в основном по ночам. Дополнительно обрабатывают транспорт и во время обеденного перерыва. На один состав уходит два часа и всего две столовые ложки порошка хлорамина, который разводят в воде. Вот у нас используется хлорамин. За восемь месяцев предприятие уже использовало 600 килограммов вещества. На это, а также на средства индивидуальной защиты потратили около миллиона рублей. Следующую партию планируют закупать ближе к Новому году. Чтобы справиться с большими объемами работ, кроме мойщиков-уборщиков, привлекают и добровольцев. Работы хватает на всех. Привлекают те люди, у которых позволяет производственная смена, там, слесаря, либо литейщики производства. Тоже мы сюда подключаем, потому что, ну, тяжелая-тяжелая ситуация, большой объем. Тем более, если раньше мы просто протирали, то теперь это добавляется работа с химическими средствами, поэтому привлекаем всех. Владимир Сосновский сам вызвался добровольцем. Мужчина уже больше 20 лет работает литейщиком. Этот непростой год освоил еще и обработку трамваев. Трудится в перерывах на обед, остается после смены. За свою работу доброволец не получает денег. Мотивация гораздо ценнее. Я свою семью люблю. Ничего я не получаю. Не, зачем? За доброту. Мне хватает то, что у меня семья жива-здорова, а мне этого хватает. На руководство транспортного предприятия решило все-таки отметить самых добросовестных работников. Владимир и Татьяна получили почетные грамоты городского департамента транспорта и премию в размере оклада. Благодарностями отметили всех сотрудников, которые занимаются дезинфекцией. Поощрить людей, чей труд он пассажирам может быть не так заметен, потому что это не водитель, там не кондуктор, с кем пассажир сталкивается каждый день. Но он крайне необходим в сложившихся условиях. Обработка общественного транспорта хлоромином в Самаре продолжится, пока не снизится заболеваемость коронавирусом. Мария Левина, Сергей Баскин, События. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко дал поручение до 15 ноября завершить основной объем работ по благоустройству на участках ремонта и технического перевооружения теплотрасс. Остается восстановить ряд территорий. Напомню, в этом году провели работы на 16 основных участках, а также на 7 дополнительных объектах по проекту «Альткотельная». На эти цели в этом году направили 2 миллиарда 100 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом финансирование увеличили практически в три раза. Масштаб работ в соответствии с инвестициями беспрецедентный. В общей сложности в Самаре переложили порядка 30 километров трасс на участках общей протяженностью свыше 20 километров. Стоит отметить, что Самара стала первым городом-миллионником, который переходит на модель альтернативной котельной. В следующем году теплоэнергетики не планируют снижать объемы работы. Вместе с тем сейчас появляются и другие актуальные задачи сезонного характера. В Самаре сегодня шел снег. По прогнозам синоптиков, он продолжится и в ближайшие дни. Муниципальное предприятие благоустройства организовало дежурство сотрудников и спецтехники более 40 единиц. Состояние дорог контролируют, подготовили запас противогололедных средств. Служба благоустройства города при необходимости готова в любой момент к работе в зимних условиях. В домах Самары проверяют каналы вентиляции и домоходы. Ежедневно при совместном участии газовых и управляющих компаний только в промышленном районе города осматривают более 10 жилых помещений. Рейды проводятся в рамках месячника по безопасному использованию газового и вентиляционного оборудования. На одном из них побывала Ольга Павлова. В 36-ю квартиру по улице Старозагора, 75, можно попасть в любое время суток. Мария Зиновьева пенсионерка и большую часть времени проводит дома. Сегодня ее навестили специалисты жилищного хозяйства, газовая и управляющая компанией, чтобы проверить вентиляционную систему внутри жилого помещения. Перебоев в работе вентоканалов мастера не выявили. Доброжелательные, добросовестные, отличные работники. Таких работников надо держать и давать им премию. Проверка вентиляционных систем в жилых домах Самары идет в ежедневном режиме совместно с управляющими и газовыми компаниями города. Только в одном районе Самары специалисты проверяют более 10 зданий. Иногда работа вентиляции нарушается, что приводит к снижению интенсивности воздухообмена. В плохо вентилируемых помещениях люди часто болеют, страдают от головной боли и головокружения. Чтобы подобного не происходило, сотрудники жилищной инспекции проверяют каждую квартиру. Неисправности в случае обнаружения устраняются в кратчайшие сроки. Если неисправность найдена, то сразу же управляющей компанией даются заявки. И в ближайшее время проводятся работы по очистке вентиляционных каналов. Обычно профилактические проверки вентиляции в жилых помещениях Самары специалисты проводят рано утром, пока горожане не на работе. Но если по каким-то причинам попасть в квартиру не удается, сотрудники ТСЖ и управляющих компаний оставляют объявление. В коротких информационных сообщениях номера телефонов, позвонив по которым, можно подать заявку на проверку исправности вентиляции в жилых домах. Ольга Павлова, Николай Сидоров. События. Возобновили курсирование поезда «Стриж» сообщением Санкт-Петербург, Москва, Самара. С учетом изменения расписания поезд ускорился. Сколько теперь составляет время в пути, расскажет наш корреспондент. «Стриж» снова прибывает на Самарский вокзал. Скоростной поезд начал курсировать в августе. После временного перерыва он вновь вернулся в расписание. До Самары «Стриж» долетает за 19 часов. Поезд – это просто сказка. Все культурно, красиво, ново. Постель, все прям, все входит в стоимость. Недорого очень. Благодаря специально разработанному расписанию и уникальной для российских железных дорог конструкции вагонов поезд «Стриж» может развивать скорость до 200 км в час. Поезд сформирован из 20 вагонов. Все они оборудованы системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха. Скоростной поезд позволяет пассажирам с комфортом добираться из северной столицы в города Поволжья, а также связывает между собой несколько туристических центров. Данный поезд, он помимо Самарской области, Республики Мордовия, Нижегородской области, Московской области, Санкт-Петербурга, он дает возможность передвигаться с комфортом, и пассажир имеет возможность действительно посещать те интересные места, по которым данный поезд по маршруту городов, которые он курсирует. Уважаемые пассажиры, мы будем рады вас видеть и сделаем все возможное, чтобы ваша поездка была максимально комфортной и безопасной. Отправляться в рейс скоростной поезд будет через день. По четным дням из Самары, по нечетным из Санкт-Петербурга. Светлана Кудрявцева, Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События. Самолет с самарскими миротворцами на борту отправился в Нагорный Карабах. Всего в зону боевых действий направлено 1960 российских военнослужащих. Причем большинство из них из Центрального военного округа. Какие задачи стоят перед миротворцами в нашем сюжете. На борту воздушного судна личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортеры. Восьмой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами вылетел с аэродрому Ульяновск-Восточный. Оттуда в Армению военнослужащих перебросили самолетами военно-транспортной авиации Ил-76. Мы проходим службу в особой миротворческой бригаде, где наряду с обычными дисциплинами проходим подготовку по миротворческой теме для выполнения задач в зонах вооруженного конфликта. Все военнослужащие бригады – это военнослужащие по контракту, с хорошей подготовкой, с поставленной задачей справимся. Всего в зону боевых действий отправились 1960 российских военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Им предстоит контролировать прекращение огня в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. В основе российского контингента – подразделение 15-й отдельной мотострелковой миротворческой бригады Центрального военного округа. Чтобы прекратить военные действия между Арменией и Азербайджаном, им предстоит выставить наблюдательные посты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Наша бригада особая миротворческая. В плане боевой подготовки бригады входит подготовка для выполнения миротворческих операций в зонах конфликтов. Такие как внесение службы на наблюдательных постах, контроль на пропустых пунктах, а также контроль за соблюдением режима прекращения огня и боевых действий. В нашей бригаде служат военнослужащие только по контракту. Они все хорошие специалисты и готовы к выполнению любых задач. Для управления операцией командование российских миротворческих сил развертывается в районе города Степанакерт. Виктория Шарая, События. Сегодня в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. Силовиков и ветеранов полиции с профессиональным праздником поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что в органах служат преданные своему делу самоотверженные люди, а совместная деятельность правительства и правоохранителей позволила по итогам прошлого года обеспечить позитивную динамику показателей, характеризующих уровень безопасности граждан в регионе. Поздравил сотрудников с праздником и председатель областного совета ветеранов, органов внутренних дел и внутренних войск, генерал-лейтенант в отставке Владимир Глухов. Служба очень тяжелая, служба очень напряженная, служба, которая требует от человека полной отдачи. Поэтому я желаю в первую очередь людям терпения, сил, знаний, умений, повышать свою уверенность, свою квалификацию в борьбе с преступностью и в защите интересов человека. А ветеранам, конечно, сказать поклониться низко и сказать большое спасибо за то, что они делали, опять же, для защиты человека в борьбе с преступностью. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи.